После этого сражения реально хотелось удалить игру, я уверен. Внимательно, ребят, смотрите, произойдет кое-что невероятное, настоящая фантастика. Очень сложный, очень эпичный бой с результатами, которые в конце просто удивят всех. В общем, ребята, давайте присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. И давайте по традиции такой небольшой обсудим изначально составы команд. Как мы видим, здесь по 5 танков 9 уровня за каждую сторону и, в принципе, все остальные восьмерки. Нету артиллерии, то есть наш герой на хомяке попал реально в красивый топ. И посмотрите, как ему везет! Каен стоит у себя возле Респа, а ФКшный поднял пушку вверх и просто сдается. И мы сбарабанно сразу же полторы тысячи халявного дамага отправляем себе в ангар. Ну вот согласитесь, вот такое начало боя, оно чисто внушает позитив. Во-первых, команда уже спустя минуту выигрывает. Да, всего 1-0 пока, но тем не менее. И у нас первый фраг и полторы тысячи урода. Я думаю, это любого бы, ребят, обрадовало. Что же дальше? А дальше у нас реальный штурм по А-линии. Посмотрите, сколько там ПТ-шек тяжей. Ну вот здесь, вот в этих квадратах просто реально толпа встречает их один Скорпион-Жи. Будет очень непросто. А тем временем хомяк спокойно реализовывает свои барабаны. И вот уже второй барабан эффективно отправляется во врагов. Добрали Е-75. И чтобы не тратить снарядов, так сказать, попосту, кидаем еще и под Т-26Е4. И сразу же отправляемся в следующую перезарядку. Почти три тысячи урона, меньше чем за две минуты боя. Я считаю, это прям отличный результат. И к тому же уже два фрага есть. Но несмотря на то, что наш герой один оформил два фрага, его команда пока по нулям. Никто не смог забрать ни единого врага. И еще, соответственно, два-два. Противники как раз-таки тоже свои два фрага оформили. Непонятно, куда поддели свои ХП товарищ на Т-30. Вот этот, у которого 43 ХП, ребята. 2-5-7, тоже 440 ХП сильно этим не балует нашу команду. С сохранением, так сказать, общего командного запаса ХП. И наш герой спокойно выезжает из-за следующего угла. И Проджетта 66 становится его следующей целью. И вот так, меньше чем за три минуты боя, больше четырех тысяч урона уже в кармане. 3-3. Несмотря на это все, команда вообще никак не хочет помогать нам выиграть данное сражение. Готовим следующий барабан. Барабан стоит отметить, кстати, такой момент. Чисто на подкалиберах играет наш герой. То есть, вообще он серебро не бережет. Может быть, за голдострельство ему сейчас будет кое-какое наказание. Смотрим, в общем, дальше. Добиваем АМХ М4-49. И раскидываем барабан по С6. Я вообще удивляюсь, насколько легко ему даются эти барабаны дамага. То есть, он выезжает и почти каждый раз враги отвлечены и не смотрят на него. То есть, это было с Проджетта. Сейчас мы выехали на И6. Да и в начале боя вообще АФК-шный противник. Мы его раскидывали. И никто даже не попытался нам помешать это сделать. Может, он просто еще не успел загрузиться. Если бы мы его не добрали, он бы, я не знаю, сейчас вернулся бы в бой. Хотя, там пушка была вверх поднята. Ну, да ладно. Так, СУ-101 прямо по курсу. И заметьте, опять она отвлечена от нас. И вот так легко достаются хомяку эти фраги. Я просто начинаю завидовать даже уже. Сейчас выкатывается Т-30. И мы... Ну, тут уже была опасность. Т-30 тоже на нас в ответ сводился. Ну, вот чисто на реакции наш герой его упаковал в ангар. 8-7. И вот здесь уже, когда мы наколотили чуть больше, чем за 4 минуты боя, больше 7000 урона и сделали 4 фрага. Но наша команда не может просто не выигрывать. Хотя, вот сейчас Бурщ сравнивает счет. Он становится равным 8-8. Так, ну что, пора готовить следующий барабан. Кто же у нас будет? Т-95, наверное, которая... Не знаю, будет она выкатываться? Да, будет! 95-ка выезжает прямо на нас. Сразу же ставим на каток. И голдой вот так красиво пробиваем ее. В башенку надо добрать! И как же ему фартит сейчас оформить? Ну, реально очень важный фраг, ребята. Больше 8000 урона, но развязка боя все еще впереди. Поэтому, ребята, перед развязкой хочу вам напомнить важный момент. Спонсоры этого видео, ребята с очень классного сайта WhatHub, где огромное количество разных интересностей для танкистов. Во-первых, на WhatGold каждый день вы можете открывать бесплатный кейс. Абсолютно. На халяву. И оттуда гарантированный приз получать. Кроме того, сейчас там специальный кейс Черный рынок, который поможет вам поднять голды. Как раз таки для Черного рынка. Очень много золота там можно выиграть. Вот именно в кейсе Черный рынок, ребята. Так что, если будете открывать, самый важный момент. Введите при пополнении счета только именно вот этот промокод. Он самый крутой. Он добавляет вам огромное количество баллов к удаче. Просто сразу же удача повышается до небес. К тому же, из реальных подарков, помимо удачи, этот промокод дает вам бонус при пополнении. Очень шикарный. То есть, вы сразу пополнив счет, если ввели этот промокод, получаете бонус. Очень крутой. Запишите, ребята, куда-нибудь себе, был на экране. Если что, он есть также в закрепленном комментарии под этим видео. Там же и ссылочка на сайт. Вводите при пополнении, получайте подарок. Кстати, промокод многоразовый. Так что, можете смело скидывать его своим друзьям. Со взводным, со клановцам. Они тоже спокойно вводят этот промокод и по нему тоже получат подарок. Подарок бонус. Записывайте, скидывайте им. Это важно. Ну, а мы смотрим дальше. Что же у нас тут выходит? Добирает наш герой справок 4008. И сейчас будет, наверное, разбираться с Т30. Посмотрим, что из этого выйдет. Еще, ребят, также хочу напомнить вам важный момент. Что в этом видео вы можете еще и поучаствовать в розыгрыше золота от нашего канала. До 10 тысяч голды каждый из вас может выиграть. Для участия подписывайтесь. Прожимайте колокольчик обязательно. Ставьте лайк. А также пишите позитивный комментарий с игровым ником. И айдет ВКонтакте. До 10 косарей голды. Каждый из вас. Ну и опять же. В этом видео можно выиграть голду. Можно бесплатный кейс открыть прямо сейчас на вот голд. По ссылке из закрепленного комментария. Тоже выиграть. Сразу же забрать голду. Там еще есть колесо удачи. Тоже можно с него гарантированный приз забрать. Но лучше вот по промокоду. При пополнении вам сразу же этот подарок. Ладно. Надеюсь все промокод переписали. Куда-нибудь на листочек себе положили. Чтобы не потерять. Друзьям скинули. Может кто из друзей активирует. Скажет вам спасибо. А мы смотрим дальше это сражение. Счет у нас 11-11. И уже 9-411. Символично дамага сделал наш товарищ на хомяке. Проблема в том, что у него на конец боя осталось 4 снаряда. А команда ну никак не хочет переломить чашу весов этого сражения на свою сторону. Одни продолжают сливать. 7 фрагов. Близимся уже к 10 тысячам рона. Снарядов реально осталось мало. Но союзники вообще не помогают. Больше одного фрага в нашей команде. Кроме нашего соответственно хомяка не сделал никто. Вот что самое удивительное. Ну что ребят. 6,5 минут. Давайте. Сейчас попытаемся поискать там где-то вдалеке Т-30. Может он будет выкатываться. Ну. Не, пока Т-30 не видно. Гвардеец сейчас едет к нам. Мы вдвоем вообще с гвардейцем. Только что вот вроде было 11-11. Но союзники буквально один за одним сливаются. Вообще не хотят помогать. Так. Ну что. 4 противника. Поехали сражаться. Слева у нас никого. И сейчас будем выезжать на центр. Т-30. Т-30 надо добрать первым делом. Ребята. Жаль пока его нет. О. Ксор высвечивается. Т-30 все-таки девятого уровня. Остальные восьмерки. Поэтому у меня. Такой. Такие мысли. Такой план. Наверное. Ну а там посмотрим. Как будет на самом деле. Пытается он там найти окно. Какое-то. Я не знаю. Ну. Ксора навряд ли. Ну навряд ли мы отсюда выцелим. Гвардеец держится рядом с хомяком. И правильно делает. Вот единственный. Такой адекватный союзник. Который догадался. Что надо вместе держаться. Чтобы быть сильнее. Мы сильнее. Когда мы вместе. Так. Т-30 как раз таки сейчас засвечивается. И. Ай. Надо было добивать. Как же обидно. Не залетело. Кидаем Паксор. И остается 12 хп. Ребята. Сзади влетает ЛТ-432. Ну вот смотрите. Почему надо держаться. Вместе было. Потому что мы сейчас реально. Потому что вдвоем. Именно с гвардейцем. Добрали этого ЛТ. Скинулись по нему. Но остается буквально. Три снаряда. Ребята. Три подкалибера. На все про все. Даже полного барабана нет. А врагов тоже три. То есть если гвардеец. Нам никак не поможет. Хотя бы он не даст дамаг. Ксору тому же. Который сейчас на нас едет. Тысяча осень. То это почти гарантированный слив. Не трать. Не трать. Не трать снаряды. Ах. Могут. Могут обойти с двух сторон. Очень нервный момент. Бориска. Фуловый. Едет. Офигеть. Офигеть. Да ладно. Выезжает Бориска. Кидаем по нему один. Второй. Добивай. 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 Третий. И не проходит. Альфа. И наш хомяк остается без снарядов. Против троих врагов. 12 хп. Его еще и Т-30 не пробивает. Он хочет героически в кого-нибудь затараниться. Они все в КД. Посмотрите. Ксор просто удирает от нас. Были бы сейчас снаряды. Мы его добрали. И шли бы на... Не на Колобанова. Но по крайней мере на победу. Но Т-30 нас догоняет. Перезаряжается. И это самое обидное поражение. Прикиньте как обидно. Давайте хотя бы лайком парня поддержим. Заглядывайте в закрепленный комментарий. Пока перепишите промокод. А мы с вами ребят смотрим итоги этого боя. Вот такое обидное поражение у нас. Это воин. Основной калибр тем не менее мастер. Отметочки есть. 11 852 дамага. 7 фрагов. Опыта действительно очень много. Больше чем у любого из противников. Хотя мы проиграли. Поздравляем игрока. Бой действительно классный. Вверху справа сейчас другой видос. Обязательно загляните в закрепленный комментарий. Перед тем как закончить просмотр. Но вообще советую еще один ролик посмотреть хотя бы. Все ребят. Всем удачи. Увидимся. До скорых встреч. Пока пока.